напротив моей гостиницы находится чай хана называется барракот есть деждуванский шашлык но я решил попробовать бухарские манты я конечно манты ел и у себя но хвалили в общем бухарские соответственно надо попробовать и есть фирменная самса она идет с зеленью и с картошкой зелень местная я сейчас узнаю что за зелень и попробую манты поехали вот он дежду вон шашлык мне порекомендовали в гостинице сюда зайти написано барракот чай хана вот здесь у них стоит тандыр готовят они здесь самсу и с зеленью есть и есть с мясом вот мне принесли самсу самса с зеленью горячая хрустящая самса мы сейчас ее попробуем вот внутри зелень самсу надо добавлять сок сейчас я добавлю сюда соус томатный соус принято давать почти ко всем блюдам ну это самса манты идет соус идет по умолчанию что очень радует и вот то что внутри самсы здесь вижу очень так сочной зеленью вот мой чай сочной зеленью зелени картошка в общем начинки здесь очень очень много по моему это шпинат шпинат с картофелем в общем приятного мне аппетита вот мне принесли еще и манты манты наверное это самое мое любимое блюдо в центральной азии посмотрим манты они подаются здесь уже это что у нас за соус каток или сметана каток со сметаной в общем я предпочитаю манты кушать руками но ладно манты внутри резаное мясо и лук ну сочно вкусно стоит всего лишь 5000 сумм поэтому ну да хотелось бы побольше мяса но нормально мясо резаная внутри ну вот я научился новому в узбекистане окажется манты удобнее кушать ложкой как будто бы рукой но не рукой вот они манты вон внутри резаное мясо прям резаная фарш я не признаю я фарш не люблю а вот манты вот такие вот огонь любимые родные манты вообще в узбекистане нету мест где плохо готовят везде готовят вкусно можно идти подряд любую кафе заходить любое блюдо у них вкусное в любом блюде у них есть мясо и любое мясо у них имеет вкус она прям хорошее и шашлыки шашлыки это конечно вообще просто огонь вчера я ел большой шашлык он был прям большими кусками но он был мягкий и мягкий был без добавления киеви просто был вкусный мягкий шашлык я естественно теперь понимаю почему в узбекистане люди проводят очень много времени в кафе идешь по городу в кафе всегда есть люди ну потому что просто невозможно отказаться от такой вкусной еды и невозможно себя не побаловать везде хочется что-то попробовать даже если ты сытый и какой узбекистан без шашлыка я на карте посмотрел это в общем зор шашлык имеет самый большой рейтинг и ну у них очень аппетитные картинки откройте google maps вводите взор шашлык в общем вот он взор шашлык одессе его название название улицы блин я сейчас не скажу но на google maps он есть имеется большое количество шашлыка все они стоят по 16 тысяч кроме парочки больших вот этот вот и вот этот и вот этот 22 тысячи я никогда не пробовал шашлык из курдюка поэтому решил пока не пробовать но говорят вкусный взял я себе рулет и говядину а что попробуем поехали дальше вот здесь вот такой уютный дворик и можно посидеть сама кухня и мангальная где жарят шашлыки он они сами угли и повар подготавливает сюда можно пройти до оказывается даже с улицы можно посмотреть как они сами готовят здесь казаны для плова но плов уже закончился наверное или еще сегодня не начинался а сегодня плов еще не начинался здесь это обычно же там что в 10 уже все плов едят сегодня плов не готовили цена на массе а ясно в другие дни уже в это время готов плов до здесь вот так вот жарят шашлык на углях и решетки мне также подогревают репет лепешка я взял себе четвертинку и вы всем вы даете томатный соус да как я вижу вот всем выдают томатный соус кто хочет так что я говорю что в узбекистане шашлык это обязательно будете здесь пробуйте пробуйте шашлык везде он везде в принципе вкусный но и тяжело выбрать что я пойду именно туда или туда смотришь где-то по рейтингам еще что то но я заходил даже места без рейтинга все равно готовили очень вкусно вообще в принципе имеется несколько залов туда заходить не буду смущать людей вот здесь имеется залы сейчас пятница многие люди на джума намаз пятничная молитва соответственно сейчас здесь пока тихо но я уверен что по все другие дни в другое время здесь полно народу короче мне принесли шашлык ну естественно мой салат вот это вот рулет а это говядина с грибами говядина с грибами идет на шпажке так что попробуем поехали обратите кстати внимание тарелки у них идут фирменные написано зор шашлык и ко всему идет томатный соус сначала я попробую говядину возьму вот они кусочки мяса с кусочком жира вообще мягкая промаринованная говядина даже жир здесь вкусный а это шампиньоны прожаренные шампиньоны я не знаю как и на чем мариную здесь в узбекистане но любое любое блюдо любой шашлык у них всегда нежный не знаю такой же вот у них всегда есть замаринованное мясо и целыми днями вот такой вот вкусный самая полезная еда в мире я считаю это мясо и всегда насытишься и ну и вообще в принципе мясо это огонь теперь мы попробуем рулет это не фарш это целый ну как бы кусочки мяса разрезанные на пластины как вы видите и ну обернуты внутри в общем здесь жир я думаю вы поняли что кухня в узбекистане это нечто нежные вкусные прожаренные волокна в общем если хотите получать удовольствие от еды это надо делать именно тут надо особенно с томатным маринованное так как надо у нас тоже готовят подобные рулеты но но отличается разница все-таки чувствуется большая мне ближе вот здесь как-то не знаю ну реально по вкусу совсем другое и и приятно кушать каждый кусочек поехали обед вкусными шашлыками мне вышел всего 50 тысяч сум это порядка но 2000 тенге по курсу где-то 4 наверное доллара там плюс минус но мы с вами продолжаем прогулку по самарканду ну что я взял с собой тандыр густ и добрался до гостиницы своего гостевого дома где я проживаю и пора теперь его попробовать на столе у меня чуть-чуть беспорядок потому что я здесь ну не кушаю это вот сейчас я взял тандыр густ мясо тоже мягкая десна снимать и резать не очень удобно но она очень нежная здесь я взял кусок это ребро ребра и чуть-чуть спины попробуем тоже пропитана всеми ароматами очень вкусно да я уставший день был активный и пора подпитаться энергией с баранины тоже весьма и весьма неплохо но объективно может просто потому что оно остыло или еще что там но больше разваливалось как бы было нежнее мясо он там в кавургаш я скажу прямо скажу честно но это тоже очень вкусное и ароматное даже вот я когда вскрыл пакет в общем открыл мясо идет небывалый аромат как я говорил у каждого тандырника видимо свой рецепт я даже не могу определить что но однозначно есть зира блин надо понять рецепт и дома готовить дальше поставить дома тандыр готовить баранину что общее что здесь что там в бухареке первый раз пробовал мясо конечно нежное там я его попробовал в первый раз поэтому об вкус у меня глаза на лоб вылезли но даже здесь я такого вкуса мясо в тандыре как я ел узбекистане и ем сейчас я я просто не пробовал так что поехали дальше но следующее место которое следует это называется кафе джизу макай находится прям рядом с регистаном здесь у них куча шашлыка я себе я вот эти все пробовал решил попробовать этот шашлык называется он бомба говорят внутри фарша снаружи обернуто все мясом и вот здесь уже жарят кстати вот этот шашлык называется пистолет я не вижу здесь гранатов гранаты или пулеметы есть только бомба и пистолет вот она моя бомба и нож дают для того чтобы резать мясо в общем шашлык сначала надо будет снять с палочки и разрезать этим ножом и разрезаем вот оно готово подают шашлык как принято с луком обработанным уксусом замаринованным вот здесь вот кстати когда ездил последний раз и вот товарищ мой швед сказал что это очень вкусный он тоже будет кушать теперь шашлык только с луком в общем если попадется этот шашлык не знаю может других местах называется как-то иначе здесь его назвали бомба да это бомба внутри вот фарш снаружи это мясо не не знаю как они его скрепили но хорошо прожарены без лишних привкусов чувствуешь просто вкус мяса поехали дальше в общем ужин с шашлыком настоящий бомбой и двумя мантами мне вышел 32 тысячи суммы это где-то 1200 1300 тенге но мы приехали в кафе найман если кто-то не знает мир казахман ортажес минуром найман карикирей вот оно здесь меню есть сурпа лохман пельмени джиз и жарко и в общем это основное меню и мне вот принесли это местный айран напоминает нам как у нас вауле также он идет слегка кисленький ну кто-то пьет я люблю туда он хлебушек помогать и покушать это мне привезли принесли привезли издалека мне принесли джиз это мясо мясо баранины которая просто обжаренная лучше чем мясо пока что я продукта не знаю ну еще у нас на юге по-другому это называют еще курдак ну когда уже пересекаешь аматинскую область и двигаешь сторону шимкента хорошо обжаренное мясо мясо баранины его жарили долго долго оно распадается на волокна но такое количество мяса конечно может выдержать не каждый кто-то говорили каких-то давлением еще что-то но мы жители центральной азии мы приучены к мясу к любому будь это конина я вяде на баранина у нас никогда не поднимается давление так что приятного мне аппетита и поехали дальше а